Приветствую, друзья! Сегодня я вам расскажу о 10 крутых вещах, которые я распечатал на 3D принтере. Также вас ждет небольшой обзор большого 3D принтера, который трудится у меня уже почти 2 недели без остановки. Посмотрим комплект поставки, расскажу о нюансах сборки и на что стоит обратить внимание. Поговорим о плюсах и минусах этого принтера, а также оценим качество его печати. В видео вас ждет небольшой бонус, плюс одному из вас я подарю то, что напечатал на этом принтере. Не переключайтесь, будет интересно. Принтер называется TU-3S Core XY SP5. Область печати принтера внушительная. Это куб со сторонами 300х300х330 мм, что позволяет печатать достаточно крупные предметы. Принтер имеет мощную жесткую конструкцию, управление производится посредством сенсорного экрана. Печатать может различными пластиками. Давайте напечатаем на нем 10 классных моделей, а после расскажу про принтер более подробно. Первая модель – подставка под кисточки. Печатал два раза, так как после того, как дети увидели, что может принтер, они тоже обратили себе такую подставку. Собирается из четырех деталей, но я себе напечатал дополнительные ножки для надежности конструкции. После наполнения кисточками выглядит как-то так. Вторая модель – набор шкурников. Наверное, любой моделист напечатает себе это при получении 3D принтера. Их можно отмасштабировать при подготовке к печати, а после только в размер нарезать наждачку нужной зернистости и зафиксировать напечатанными болтиками. Кстати, это и будет один из моих подарков счастливчику. Третья модель – держатель под миниатюры. Это копия держателя от фирмы Redgrass Games, который как-то ранее мелькал у меня на канале. Помимо напечатанных деталей, еще нужно купить подшипник и соединив все вместе, получается очень удобный держатель для покраски, особенно для игровой миниатюры. Четвертая модель – это открывашка для банок фирмы Tamiya и Mr. Hobby. Кто ими пользовался, знает, как они иногда залипают, а с этой штукой их открывать намного проще. Пятая модель – это еще один шкурник, только в этот раз он немного специфичной формы. Его можно использовать для округлых поверхностей или же когда надо что-то зашкурить, пролив наждачку сквозь деталь. Шестая модель будет посложнее. Это робот-бендер из футурамы. И на нем я решил попробовать другой тип пластика. Если до этого я печатал пластиком ПЛА, то тут попробовал ПДЖИ. Печать прошла с косяками, местами модель отошла от стола. Как результат, робот немного криво собирается и есть небольшая беда с пальцами. Проблема, полагаю, была в настройках. Я их забыл поменять в слайсере при смене пластика. Седьмая и восьмая модель – это малыш-груд в двух вариациях. Хотя данный тип принтера больше предназначен для печати каких-то технических вещей, а для художественной печати миниатюр используются, как правило, фотополимерные принтеры, но я все равно решил попробовать. Напечатал две фигурки и результат меня приятно удивил. Печатал пробником пластика, который шел с принтером. Может позже их покрашивал, если дети раньше не утащат к себе. Девятая модель. После того, как интерес детей был удовлетворен, пришла очередь жены. Ну и заодно возможность продемонстрировать размеры печати принтера. Под это дело отлично подошла ваза высотой 30 сантиметров. Еще запас 3 сантиметра у принтера остался. Сразу после выпуска этого ролика ваза уйдет на полку создавать красоту. Ну и в конце решил, что и себе можно печатать вазу только не для цветов, а для вкусняшек. Десятая модель ваза в форме геометрического черепа практически в масштабе 1 к 1. Тут я снова не разобравшись с настройками решил увеличить скорость печати. Как результат, в некоторых местах вылезли дефекты. В общем, для изучения параметров печати и слайсера надо будет потом потратить еще какое-то время. Теперь немного подробнее о самом принтере. Его можно заказать на Алиэкспресс с доставкой со склада в России. На момент выхода видео там идет распродажа и очень много выгодных предложений. На экране вы видите промокод на скидку для этого принтера. Он будет действовать до 30 ноября этого года. Ко мне принтер приехал менее чем за неделю. Внутри все упаковано в плотный пенопласт и расфасовано по пакетам. Принтер уже частично собран и предстоит в основном крупноузловая сборка. В комплекте есть все необходимое, чтобы собрать принтер и сделать первые отпечатки. В том числе пробник пыла пластика на 200 грамм и флешка, на которой есть тестовый файл. Подробно о самой сборке я рассказывать не буду, чтобы не затягивать ролик. Тем более, что на флешке есть подробные видео инструкции. Как жаль, что об этом мне никто не сказал до того, как я сам собирал принтер. Потому как бумажная инструкция не раскрывает все моменты. И из нюансов, которыми я столкнулся. На рельсах есть топоры. Перед тем, как вы достаете их из пакета, убедитесь, что они на месте. Судя по отзывам, есть вероятность потом собирать подшипники по полу. А затем после сборки не забудьте их убрать, так как они будут мешать ходу платформы. Второй момент отсутствия смазки. Я не знаю, это только в моем экземпляре или у всех. Но первое время принтер немного поскрипывал, пока я не смазал необходимые узлы. Третий момент, который я хочу отметить, это правильность сборки баллов. Обратите внимание, левая и правая сторона отличаются. Вначале не завинчивая, убедитесь в правильности установки, чтобы потом не пересобирать их. Четвертый момент, который я хочу отметить, это держатели оси Z. При сборке их стоит только наживить, а полностью фиксировать уже после включения проверки, что стол ходит вверх и вниз свободно. Я же закрутил сразу плотно и в итоге в самом верхнем положении у меня клинело моторы. Пятый момент, это длина тефлоновой трубки. Ее имеет смысл подрезать, предварительно замерив крайнее дальнее положение. По нюансам, пожалуй, все. Собрать принтер сможет, пожалуй, каждый. Это такой продвинутый конструктор, в котором периодически нужно включать голову. У меня на сборку ушло примерно 4 часа, но я бегал с камерой вокруг. Без нее можно собрать и быстрее. Переходим к первому включению. Экран удобный, интерфейс на английском, но есть возможность выбрать русский язык. Меню в целом интуитивно понятно, особого смысла о нем рассказывать не вижу. Перед первой печатью можно проверить движение принтера по всем осям, работу концевиков и обязательно надо сделать калибровку. Для этого заходим в меню «Левелинг» и переходим поочередно ко всем точкам. На каждый подсовываем лист бумаги под сопло. Бумага должна лишь слегка цепляться, но не быть прижатой соплом. Регулировка осуществляется гайками под столом. Регулируется пройтись по всем точкам 2-3 раза. Далее можно заправить пластик. Для этого в настройках меню включаем подогрев сопла до 200 градусов и дожидаемся пока принтер достигнет нужной температуры. Далее вешаем бобину с пластиком на держатель и комплектными кусачками обрезаем конец пластика под углом 45 градусов. Затем вставляем его в экструдер, немного оттягивая фиксатор, протягиваем пластик до самого сопла, пока его не начнет выдавливать. Затем вставляем флешку с тестовым файлом, выбираем его и запускаем печать. Необходимо какое-то время, чтобы нагрелся печатный стол и сопло. После этого печать стартует автоматически. В результате получается вот такой куб. Я печатал в трех экземплярах тремя разными пластиками и во всех случаях результат меня приятно удивил. Собрав из коробки без особых навыков, получилось хорошее качество печати сразу без танцев с блудным. Раньше у меня было другое представление о FDM принтерах. Точность печати куба составила несколько десятых миллиметров, что тоже впечатляет. Также этими тремя пластиками я напечатал тестовые кораблики Benchy. Специально показываю крупным планом, чтобы можно было разглядеть укладку слоев. Для дальнейшей печати модели вам будет необходимо выбрать и установить один из слайсеров, через который вы будете готовить модели для принтера. Я же использую бесплатный вариант слайсера Кура. Он не единственный, так что выбирайте тот, с которым вам будет удобнее. Один из главных плюсов принтера это большая область печати, предоставляющая большие возможности. Ну и отсюда вытекает минус. Большие габариты. Не у каждого найдется место под такой принтер. Мне понравилось, что принтер сразу показал хорошее качество печати и не потребует специфических знаний для достижения результата. Но при этом хочу отметить сборку. Она не самая простая, придется потратить определенное время. И еще в моем случае детали были без смазки. Также впоследствии придется разбираться в настройках принтера под другие виды пластика и особенности печати. Также принтер комплектуется датчиком, который поставит печать на паузу в случае, если кончится пластик, что удобно. Но для тех, кто досмотрел до конца, рассказываю, как можно получить подарок от меня. В него войдет набор шкурников, открывашка для банок Tami и держатель под миниатюры. Для участия достаточно написать в комментарии под этим видео на ютюбе, чтобы вы напечатали, будь у вас этот принтер и оставить ссылку на вашу страницу ВК, чтобы я смог потом с вами связаться в случае выигрыша. Доставка будет только по России и за мой счет. Чтобы увеличить свои шансы на победу, комментарии можно также оставлять в моей группе ВК в посадке с этим видео, а также подписавшись и оставив комментарии в моем дзен канале. Все необходимые ссылки вы найдете в описании видео. Спасибо за просмотр и удачи!